Айратская письменность, Тудо Бичик и литература на ней написанная, все также остается недоступной, непонятой, практически неизученной и невостребованной нами, прямыми потомками мудрых лам и старцев, правнуками бесстрашных героев и великих ханши. Страшно представить, что все это многотомное наследие наших предков, хранящееся в более чем 20 архивах и хранилищах по всему миру, так и останется ненужной макулатурой, повествующей о морали, истории, вере и культуре уже не существующего или забывшего себя народа. Сегодня, испытывая острый дефицит в книгах, способных научить нас воспитывать своих детей так, как их воспитали наши предки, мы совсем забыли о своей литературной традиции, получившей начало в первой половине 17 века. Итак, как же вырастить из своих дочерей личность, о которой будут слагать песни и легенды? Как сделать своего любимого ребенка таким, какими были его предки? Благородным, смелым, ответственным за себя, своих близких, страну и народ. В древней айрадской книге «Усын Дэпскарта Хаана Тудже» повествуются о том, какими должны быть истинные сыны и дочери своего народа. Вольный перевод «15 признаков выдающейся женщины» мы представляем вашему вниманию в искренней надежде на то, что эти пункты помогут нам в применении к воспитанию наших дочерей, ведь именно женщины сохраняют народ. «15 признаков выдающейся женщины» Если женщина мудра в вере, образована в управлении и красива – это первый признак. Если мало говорит, следит за своим поведением и стыдливо – это второй признак. Если справляется со всеми делами и гостеприимно встречает гостей – это третий признак. Если избегает измен, лжи и не ходит все время по гостям – это четвертый признак. Если много думает, но не говорит своих мыслей, кому попало – это пятый признак. Если она честна, открыта и не пугает тем, что уйдет или сбежит – это шестой признак. Если воспитывает своих детей и родных согласно законам старины – это седьмой признак. Если способна прибавлять имущество и способна усмирять свой гнев – это восьмой признак. Если может подносить подношение бурханам и не причиняет дом и вреда – это девятый признак. Если способна держать дом в порядке и почитает бурханов, покровителей рода – это десятый признак. Если засыпает поздно, а просыпается рано и приводит себя в порядок – это одиннадцатый признак. Если одевшись приводит двор в порядок и кормит скот – это двенадцатый признак. Если без вредоносных мыслей, но искусными средствами уничтожает врагов, это тринадцатый признак. Если искусно в деяниях предков, а мужа почитает как божество, это четырнадцатый признак. Если с чистыми, добрыми помыслами блестяще справляется с заданиями, это пятнадцатый признак. Вольный перевод Стодобичик Геннадия Корнеева. И важно помнить замечательную пословицу «Воспитывая сына, воспитываешь мужчину, воспитывая дочь, воспитываешь нацию». Большой интерес у подписчиков Бельгин-Дала вызвал материал о пятнадцати признаках выдающейся женщины. Это, как мы посчитали, первое свидетельство того, что народу важно и нужно его прошлое. Хорош мудрец, вспоминающий прошлое. Так можно слегка перефразировать известную калмыцкую пословицу. Вспоминая, по каким признакам наши предки выбирали достойную девушку, хорошую жену и превосходную мать своих детей, быть может, каждый, кто посмотрит этот ролик, исправит какие-то недостатки в себе, внимательнее подойдет к своему выбору или возьмет за ориентир наставление, благодаря которым наш народ жив, как народ до сегодняшнего дня. В связи с особым вниманием к теме морали и нравственности предков, мы решили продолжить цикл в наших видеороликах о байратских женщинах. Сегодня о восемнадцати признаках плохой женщины. Если характер плох, глаза стреляют по сторонам, рот болтает, а сама она громко, вызывающе смеется – это первый признак. Если дома не готовит пищи, а ходит по гостям и соседям, чтобы поесть – это второй признак. Если подолгу спит и доверяет плохим друзьям и подругам – это третий признак. Если смотрит поверху и общается с людьми заносчиво и горделиво – это четвертый признак. Если не способна к уважению и не имеет понятия о том, что это необходимо – это пятый признак. Если не ведает стыда и мешается в делах старших – это шестой признак. Если расточительна в имуществе, когда оно есть, а когда его нет, гневается на мужа и бьет детей – это седьмой признак. Если не доверяет своему мужу и думает о других мужчинах – это восьмой признак. Если восхваляет себя и, обсуждая, насмехается над другими – это девятый признак. Если наслаждается вниманием других мужчин, а не своим мужем, имея сердце черное, как чернила – это десятый признак. Если гневливо и крикливо, как свинья или собака – это одиннадцатый признак. Если любит есть и не любит возвращать взятые долги – это двенадцатый признак. Если не понимает своей вины или плачет по глупостям – это тринадцатый признак. Если подобно бесхозной собаке не сидит на месте, а носится с подружками и друзьями – это четырнадцатый признак. Если радуется сплетням, интригам и разным проискам – это пятнадцатый признак. Если конфликтует со всеми и не может найти себе мужа – это шестнадцатый признак. Если ленится помыть свое тело и жилище или делает это редко – это семнадцатый признак. Если затягивает женские дела на месяцы и годы, не доводя до ума, а потом выбрасывает, так как все это уже испортилось и стало неинтересно – это восемнадцатый признак. Вольный перевод Студубичик Геннадия Корнеева Если я хочу воспитанных и достойных детей – я их воспитываю. Если я хочу есть – я готовлю еду. Если я хочу верных друзей – я учусь дружить. Ведь все перечислено элементарно, как и то, что если я хочу достойную жизнь для себя и своей Родины – я вношу свой посильный вклад. Если ничего не делать – ничего не будет. Можно сколько угодно думать, что вы не важны и не нужны. А можно пойти и доказать, что это не так. Что ваш голос принадлежит только вам, и только вы можете им распоряжаться. Уважение к себе – это не позволяет отдавать свой голос за нужного кому бы то ни было кандидата. Я иду голосовать, потому что уважаю себя и свое право выбора. Я иду наблюдателем, потому что уважаю ваши голоса и хочу их сберечь. Проявите уважение к себе. Приходите на выборы. Проголосуйте. Но вы можете больше. Я предлагаю вам стать общественным наблюдателем. Давайте сделаем это вместе. Проведем честные выборы и защитим наши голоса. Начнем менять ситуацию. Вместе. Продолжение следует... Продолжение следует...